Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». Смотрите в выпуске. Самые узнаваемые символы минувшего века – серп и молот. Исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. В «Сокровище земли Нарта» в картинной галерее Республиканского музея-заповедника открылась межрегиональная передвижная художественная выставка. Яркое театрализованное представление в восточном стиле, в центре номер 11 и во всех общеобразовательных учреждениях проходят утренники. В Макеевку, второй по величине город ДНР, отправился очередной гуманитарный груз от Карачаева Черкесии. Свыше трех десятков тонн продовольствия, воды и новогодних елок. Основу груза составили сладкие детские новогодние подарки для малышей Донбасса. Свыше трех тысяч наборов – живые елки для создания атмосферы приближающегося праздника, а также питьевая вода и продовольственные наборы. Подарки от Карачаева Черкесии уже прибыли по месту назначения. Особые слова благодарности адресованы сенатору Совета Федерации Ахмату Салпагарову и МЧС России за то, что подарили праздник жителям Макеевки в такой непростой период. 30 декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР. В Черкесии прошло торжественное мероприятие, организованное оригинальным отделением КПРФ. Подробности у Али Баташева. Знаменитая «Катюша», красные пионерские галстуки на юных артистах ансамбля «Мамитэкей», «Серп и молот» в центре герба Советского Союза и праздничное угощение всем гостям перед началом мероприятия подчеркивали значимость юбилея Великой Страны. Собрание проходило в форме торжественного пленума. Звучал гимн Советского Союза, вспоминали достижения Владимира Ленина. Гений Ленин дал три безошибочных ответа. Во-первых, план «Буэрлов» стал основной для мощного индустриального рывка. Созданные тогда электростанции и сейчас набжают энергией города и села России, Белоруссии, Украины, Средней Азии и Кавказа. Во-вторых, Ленин убедил соратников необходимости НЭПа. Товрооборот между городами и деревней быстро восстановился. Советская власть подчинила рычаги рынка строительству социализма. В-третьих, Ленин предложил союзное национальное государство. Именно советские люди создали крупнейшую промышленную державу, объединившую множество народов. Одержали победу в Великой Отечественной войне. Первыми осуществили полет в космос, говорили выступающие. Потому что советской власти был интернационализм, но не национализм. Интер-национализм ушло из нашей жизни. А это связующее, это скрепа была, скрепа для всех народов нашей великой страны. Я и умру советским человеком и никогда не пожалею. И чем дольше мы отходим от этой даты, когда сделали переворот, я считаю, еще больше я укрепляю, что лучшей власти, лучшего государства, чем советская власть, не было бы вообще в мире. В этот день почетные грамоты КПРФ и юбилейные медали получили активисты регионального отделения партии. Свои музыкальные подарки зрителям дарили Римму Тимисова, хореографический ансамбль «Кавказ» и другие артисты. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники психологических подразделений войск Национальной гвардии России. Накануне этой даты наша съемочная группа побывала в гостях в управлении Росгвардии России по Карачаевой Черкесии. Фатима Даурова познакомилась со штатным психологом силового ведомства, который всегда стоит на страже психологического здоровья бойцов. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Знаменитый девиз из романа «Два капитана» известного писателя Вениамина Каверина, однофамильца нашего героя Виктора Каверина, нашел отражение и в его жизненном пути. Еще в школьные годы он понял, что хочет приносить пользу людям и при этом служить своей родине. Профессиональный путь определил случайное предложение от сотрудника военкомата, где он проходил медкомиссию, призывающую поступить в военный институт. Виктор послушался совета. И не зря. Позже успехами сына в учебе в Санкт-Петербургском военном институте в войск Национальной гвардии России очень сильно будет гордиться мама. Екатерина Владимировна Каверина. Участвовал в параде на Дворцовой площади. Мы проходили по телевизору, тоже нас показывали. Мама смотрела, радовалась. А вот ваша мама? Это да, это мама. В слезах очень гордилась. Не смогла сдержать слезы. Закончил институт с красным дипломом. Очень сильно радовалась. С сентября 2019 года Виктор Каверин выполняет обязанности психолога-полиграфолога Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Его работа охватывает все этапы деятельности военнослужащих и сотрудников. Как специалист психологической службы он изучает индивидуальные особенности кандидатов при приёме на службу, определяет профессиональную пригодность и прогнозирует успешность их деятельности. Он оказывает помощь сотрудникам в адаптации к профессии и поддерживает готовность росгвардейцев выполнять поставленные задачи. Человек, когда где-то находится вне нашего управления, я не нахожусь рядом с ними, я не вижу, что они выполняют, что они делали, что с ними случилось. Поэтому мне важно знать, я с каждым человеком отдельно прорабатываю всё, работаю. И исходя уже из беседы, проведённого тестирования, делаю различного рода выводы, заключения, подготавливаю на каждого. Спасать бойцов Росгвардии от профессионального выгорания, поддерживать необходимый психологический климат в коллективе. Это живая работа, постоянный контакт с людьми. Мне нравится, где я нахожусь, мне нравится результат моей работы. Поэтому, да, меня всё устраивает в этом плане. То, что я делаю, если это получается, то, конечно, меня это радует. Кстати, говоря о климате, уже как о физическом явлении, нашему герою, который родом из холодных краёв Родины, а именно Республики Коми, по душе пришёлся наш, Южный. И он не хочет теперь его менять. Виктор Каверин чувствует себя на своём месте, как и в географическом, так и в профессиональном плане. Фатима Даурова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В картинной галерее Республиканского музея-заповедника открылась межрегиональная передвижная художественная выставка «Сокровище земли нартов». На экспозиции представлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, выполненные по мотивам карачаево-балкарского героического эпоса. На вернисаже побывал и наш корреспондент Ахмат Халкечев. В вернисаж своей яркой концертной программой украсили артисты и творческие коллективы Карачаевой Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ну а само официальное открытие художественной выставки предварили выступления организаторов. Министр культуры Зураб Агербов особо подчеркнул исключительно важную роль изобразительного искусства в популяризации героического эпоса наших народов. Ну а нартияда, которая не чуждо практически для всех народов Северо-Кавказского региона, в свою очередь задаст правильные ориентиры для нашей подрастающей молодежи. Подытожил он. Организацию и проведение первой в подобном формате межрегионально передвижной художественной выставки, посвященную исключительно тематике нардского эпоса, инициировала общественная организация «Совет по Карачаевой-Балкарской культуре». Идея была поддержана союзами художников Кабардино-Балкарии и Карачаевой-Черкесии, а также профильными министерствами обеих республик. Везде, куда бы мы ни обращались, мы находим поддержку, участие и так далее. Более того, нас благодарят за то, что мы берем на себя такие сложные задачи. Иллюстрации нардского эпоса, точек, что на сегодняшний день у нас как бы первоочередной стала задачей для нас. Это первая выставка такого плана. Результат она свой дала. Чему мы все очень рады. Надеемся продолжение этой работы. На выставке представлены разные виды изобразительного искусства. Содержание нардского эпоса ярко представлено во всех работах мастеров. На экспозициях с картинами, выполненными в техниках живописи и графике, гармонично сочетаются национальные костюмы в дизайнерском исполнении, войлочные изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и кузнечного дела. Если у народа нет прошлого, то настоящего нет. И будущего не будет. Это наше прошлое, это наше настоящее и будущее. Если человек не знает своего деда, то у него и отца нет. Вот это скифский океан, это начало Железного века. Далее меч Нарта Алавгана. А следующий тоже скифский оландская эпоха. Сабля, клыч оландской эпохи. Именно вот этот скифский, это реконструкция, я копию, сделал от оригинала. Сабля, клыч оландской, тоже сделан от... Есть оригинал, а это копия. А вот это приурочен к Нарскому эпоху. Это Нарта Алавгана меч. Выставка будет идти месяц. До середины января 2023 года у жителей и гостей нашей республиканской столицы есть уникальная возможность воочию увидеть героев вселенной Карачаево-Балкарской Нартияда. Ну а после 15-го числа января выставка переедет в столицу Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Ахмат Калкечев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Несколько дней остается до Нового года и уже спешат поздравить с праздником и взрослых, и детей Дед Мороз и Снегурочка. Ведь приближается время сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и исполнением желаний. Во всех общеобразовательных учреждениях проходят утренники. В центре номер 11 Черкесск учащиеся представили яркое театрализованное представление в восточном стиле. Школьники показали свои артистические таланты. В концертной программе были национальные танцы и игра на музыкальном инструменте. Ребята продемонстрировали свою смелость и ловкость. И по традиции новогодний хоровод с главными героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой, которые пригласили детей в волшебный мир сказки. Праздник получился очень веселым и радостным. В этот день все получили заряд положительных эмоций и бодрого предновогоднего настроения. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных предпраздничных выходных и всего доброго!